МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые тарифы. Прошло очередное заседание Городской думы. Система питания как стиль жизни. 1 ноября. Международный день веганов. Кандидаты в международные чемпионы и лучшие представители породы. Саровские кинологи и их питомцы выступили на международной выставке собак. Далее расскажем обо всем подробно. Утвердили новые цены на проезд в автобусах и приняли решение обратиться к губернатору с инициативой о превышении предельного индекса роста коммунальных тарифов. В городской думе прошла очередная сессия. Все вопросы повестки были утверждены большинством голосов. Подробности далее. Депутаты наконец утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. После долгих споров и обсуждений решили остановиться на цене 22 рубля за одну поездку. Это в случае, если платить наличными. При оплате транспортной картой и банковской бесконтактной цена будет почти на 10% ниже – 20 рублей. Тем самым, стимулируя население переходить на транспортные карты и на оплату услуг по перевозке бесконтактными банковскими картами, мы полагаем, что такой способ повысит собираемость, что в конечном итоге повысит выручку. При разных видах проездных цена будет еще ниже. Так, если приобрести абонемент на 30 дней и 50 поездок, одна поездка обойдется в 19 рублей. А если на 60 дней и 80 поездок, то в 18. При этом стоимость проездных для льготных категорий граждан останется без изменений. Новые тарифы вступят в силу с момента опубликования решения. Но на этом работа депутатов с Горавтотрансом не закончится. Была создана специальная группа из представителей Думы, администрации и перевозчика, которая проведет анализ деятельности МОПа и постарается найти выход из сложившейся на предприятии кризисной ситуации. Это только начало пути по работе с Горавтотрансом, вообще говоря, и нужно. Нам с вами очень пристально к этому вопросу внимательно подойти. Коммунальные тарифы тоже вырастут с 1 июля следующего года. По всем статьям на 4%. И только цифра в графе водоотведения может подняться почти на 16%. Такой рост, по словам представителей администрации, обусловлен инвест-программой Горводоканала. Сети предприятий изношены более чем на 80% и нуждаются в полной модернизации. Вырученные с повышения тарифа средства как раз и пойдут на эти цели. Если инициативу о росте стоимости услуг водоотведения поддержит губернатор. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Они строили и защищали страну, вели за собой подрастающее поколение и собственным примером доказывали, что энтузиастам и активистам под силу все. В рамках празднования столетия в ЛКСМ госкорпорация «Росатом» собрала ветеранов-комсомольцев в Сарове, месте, где была образована первая комсомольская организация городов атомной отрасли. Более ста ветеранов-комсомольцев приехали с солнечным морозным утром в наш город и сразу стали участниками театрализованного представления. На платформе их встречал духовой оркестр, который исполнил известные песни прошлого столетия и студенты с агитплакатами времен Советского Союза. Приезжают для того, чтобы отпраздновать столетие комсомола, отпраздновать свою молодость, юность, с которой совершенно неразрывно связано становление и развитие и все те достижения, которые атомная отрасль имеет на сегодняшний день. В честь юбилея на память потомкам о работе молодежной организации и о своем пребывании в Сарове комсомольцы высадили Клиновую аллею в театральном сквере. 19 молодых саженцев символизируют 19 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Наша жизнь, наша юность и наши последующие шаги по жизни, конечно, связаны с комсомолом, потому что мы получили там опыт, закалку, умение работать с людьми, отвечать за свои дела и поступки. Атмосфера времен СССР была воссоздана и в Доме ученых. Гостей города встречали под бой пионерских барабанов, оживленные разговоры, щелканье затворов фотоаппаратов. Ветераны комсомольца старались запечатлеть на память все яркие мгновения этого праздничного дня. Одно дело это прочитать где-то в книгах, посмотреть по телевидению, а другое дело прикоснуться к истории. И вообще вот эта атмосфера встречи у нас на вокзале, когда стояла молодежь с плакатами. Вы знаете, что иногда прямо до слез пробивало. К гостям праздничного вечера обратился руководитель Росатома. Алексей Лихачев вспомнил свою комсомольскую молодость и поблагодарил активистов-горкомов за активную работу на благо отрасли и страны. В этом зале собрались люди самые разные. Их объединяет одно. У всех у нас с вами когда-то был значок на груди, комсомольский билет в кармане, но самое главное было желание изменить страну, изменить мир вокруг себя. Праздничный вечер продолжили солисты проекта «Десять песен атомных городов». Они исполнили знаменитые хиты и песни из кинофильмов о героях-комсомольцах. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчане могут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников 8-11 классов на страже экономики. Она проводится в два этапа. Отборочное, заученное интернет-тестирование и заключительное решение заданий в Нижнем Новгороде. Тематика заданий посвящена разделам «Право и экономика» школьной программы по обществознанию. Победители-призеры Олимпиады получат дипломы, грамоты и ценные подарки. По окончании отборочного этапа каждому участнику выдадут сертификат. Регистрация и прием заявок начнутся 5 ноября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 12 ноября в Нижегородской области стартует второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Рассказать о том, где располагаются притоны и собираются наркоманы, можно будет по телефону доверия полиции. 8-831-268-23-32. Или по номеру прокуратуры 756-36. Кроме того, пустить сообщение с известной вам информацией можно в специальный ящик. Всего в городе их 7, у проходных 1-й и 3-го завода, 21-й площадки и 87-го здания, а также в вестибюлях 1-й, детской поликлиник и торгового центра «Плаза». Саровчане могут принять участие в конкурсе «Лучший социальный проект года». Он призван привлечь внимание к такому явлению, как социальное предпринимательство. Заявки на участие принимают до 4 ноября на сайте cisno52.ru. Там же можно более подробно узнать информацию о конкурсе, требованиях к участникам и критериях оценки проектов. Победители получат гранты в размере до 200 тысяч рублей. На этих выходных в спорткомплексе «Юниор» пройдет традиционная матчевая встреча по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Фировой. Соревнования стартуют 3 ноября в 15 часов. Для справки, уроженка нашего города Татьяна Фирова начинала заниматься легкой атлетикой в спортивной школе «Икар». Многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. В 2004 году завоевала серебряную награду летних олимпийских игр в Афинах. Вопросы важности развития и поддержки игровой деятельности обсудили старшие воспитатели дошкольных учреждений Сорова. Первый городской практический семинар по этой теме прошел в 30-м детском саду. Встречу разделили на два блока. После водной теоретической части участники разработали свои концепции игровых программ для ребят разного возраста. По итогам семинара старшие воспитатели детских садов обменялись опытом и получили полезные практические навыки. Режиссерская, сюжетно-ролевая, театрализованная игра как ведущий вид деятельности дошкольников имеет множество разновидностей. Это тот уникальный материал, который позволяет педагогам создавать все условия для воспитания и обучения будущих школьников. Поэтому первый городской семинар для старших воспитателей детских садов решили посвятить именно игре. Игра – это самый сложный вид в дошкольном детстве. Но мы почему-то забыли про это. И сейчас мы хотим к этому возвратиться, потому что ребенок, проживая дошкольное детство, все-таки должен играть. Но обучающий процесс у нас предполагает школьное обучение. В работе семинара приняли участие 30 старших воспитателей из детских садов нашего города. Гостям предложили разделиться на пять команд. Каждой группе предстояло за несколько минут разработать концепцию игровой программы для детей младшего и старшего дошкольного возраста и защитить ее перед коллегами. Особое внимание воспитатели уделили индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников. Мы как раз будем создавать условия. Для того, чтобы правильно создать, нужно понять, какие параметры мы должны учитывать. Мы будем с детьми именно в практике пытаться развернуть сюжет, наблюдая за детьми и видя, где затухает сюжет игры, помогать детям обогащать их игру. Участие в семинаре дает возможность педагогам углубить теоретические и практические знания, необходимые для организации воспитательного и образовательного процесса в детском саду, а также грамотно применить полученные навыки в своей работе. Это интересно. Всегда что-то новое можно подчеркнуть в любом садике. Есть какие-то свои задумки, интересные какие-то моменты. Их обязательно можно использовать и в своей работе. В завершении семинара всем участникам предложили примерить на себя роль дошкольников и самим поучаствовать в развивающих играх, которые для них приготовили организаторы. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. 1 ноября отмечается Международный день вегана. По статистике, сегодня в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. Они питаются и пользуются только растительными продуктами, полностью исключающими компоненты животного происхождения. Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не ограничиваются только отказом от мяса. Их образ жизни превратился в целую философию. Вегетарианцы, в свою очередь, придерживаются менее строгих правил и системы питания. Представители этого популярного направления живут и в нашем городе. В квартире у Сергея Нифонтова зона, как он выражается сам, свободная от употребления мяса. В семье из четырех человек лишь один не принял вегетарианство. Сам Сергей четыре года назад понял, что вполне может обходиться и без колбасы, сосисок и шашлыка. День отказа он помнит очень хорошо. В какой-то был момент я начал заниматься своим здоровьем и начал, скажем так, пробовать на себе какие-то разные диеты, не диеты. Там отказ от мучного, от сахара. И в какой-то момент, когда я отказался от сахара, от мучного, был такой период, я подумал, а что будет, если я от мяса откажусь, как я себя буду чувствовать. Переход на растительную пищу проходил трудно. Первые пять дней, по словам Сергея, были мучительными. Постоянно хотелось мясного. Но на пятый, шестой день все встало на свои места. То ли пятый, то ли шестой день, я очень четко помню, я выхожу из подъезда и я лечу. Вот у меня состояние какого-то парения, легкости, вот, ну, просто вот ощущение нереальное. Себя Сергей веганом не считает. По его словам, веганство – это крайняя степень вегетарианства. Веганы не просто не едят мясо и рыбу, они отказываются от всего, что связано с животным миром, включая одежду и обувь из натуральной кожи. Вспоминая реакцию окружающих на его новые вкусовые предпочтения, Сергей признается, что поначалу хотел всех переделать из мясоедов в вегетарианцев. А потом как-то подуспокоился и вот, ну, вот, ну, то, что ты ешь, меня, скажем так, это мало волнует, потому что, ну, каждый человек должен к этому либо прийти сам, либо не прийти, и здесь переделать нельзя. То есть это воля каждого человека. Из весомых плюсов отказа от мяса Сергей Нифонтов отметил, что семья начала меньше тратить денег на продукты, да и состояние здоровья изменилось в лучшую сторону настолько, что возвращаться к мясу мужчина не собирается. Кирилл Васенин, Максим Нифонтов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Кинологи клуба Акбар, Центр внешкольной работы, вместе со своими питомцами выступили на международной выставке собак в Нижнем Новгороде. Ее участниками стали более 700 пород из разных городов России. Судьи из Испании, Италии, Франции и Сербии присвоили представителям Саровской делегации почетное звание кандидатов в международные чемпионы, лучших представителей породы, а также лучшего ветерана породы. Подробности далее. Ротвейлер Ольбурт Максимус, сокращенно Макс, появился в семье Марина Алиевой, 9 лет назад. Несмотря на грозный вид, Макс хорошо ладит с детьми и уживается под одной крышей с другими домашними питомцами. К воспитанию друга семьи Марина подошла ответственно. Макс участвует в выставках собак с самого детства. За его плечами титулы чемпиона России, кандидата в интерчемпионы. На международной выставке в Нижнем Новгороде он стал лучшим ветераном породы и третьим в категории ветеран выставки. Самое главное, конечно, нужно любить своего питомца. Это в первую очередь. Они чувствуют, когда их хозяин любит и отвечают ему тем же. Порода эта серьезная. В общем, иногда приходится и где-то с ним быть построже. В такой специальной стойке цверкшнауцер по кличке Вика может простоять долго. Она опытный участник престижных выставок для собак. Ей два года, а это самый оптимальный возраст для начала выставочной карьеры. На выставке в столице региона Вика завоевала титулы кандидата в международные чемпионы и лучшего представителя породы. Она очень активная, она очень умная, она очень, скажем так, послушная, она адекватная. Она очень легко возбуждается, но при этом ее очень легко контролировать. У нее совершенно нет агрессии. То есть она любит всех. И удобно в уходе. То есть она не линяет. То есть эта шерсть отщипывается несколько раз в год. Или можно постоянные стрижки держать. И собачка выглядит постоянно вот так вот. Эксперты из Испании, Италии, Франции и Сербии оценили практически 700 представителей различных пород. Участники престижных выставок с каждым годом стремятся завоевывать все более престижные титулы. Самый высокий из которых – чемпион мира. Выбирается лучший представитель породы. То есть это лучший представитель, который прям идеально своей породе. Это внешний вид, это здоровье, это характер. По итогам международной выставки делегация из Сарова завоевала сразу несколько престижных титулов. Лучший представитель породы, лучший ветеран и кандидат в международные чемпионы. Впереди у кинологов и их питомцев выставки в Москве и выход на европейскую арену. Дарья Цапорыгина, Артемий Иглазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова